Вы в ваших социальных отношениях, семья, работа, дети, друзья и так далее, и вы с вашими друзьями на условном фейсбуке. Я говорю о условном фейсбуке, потому что исследование, на которое я сейчас буду опираться, оно было сделано на фейсбуке. Но это может быть все, что угодно. Инстаграм – это исследование 2011 года, у них не было больших шансов. Другие люди, реальные, с которыми вы взаимодействуете, физически характеризуются количеством нейронов в вашей орбитно-фронтальной коре. Орбитно-фронтальная часть, лобная доля, находящаясь непосредственно за глазами. Вот у вас там за глазами живут ваши люди. И если вы живете, где там всего 50 человек в округе, то у вас эта орбита фронтальная кора будет меньше, чем у тех, кто постоянно коммуницирует с сотнями людей, с двумя сотнями, с тремя сотнями людей и так далее, в достаточно активном таком фазе. То есть непосредственно физиологический субстрат в мозге. А вот количество друзей в Фейсбуке, исследование 2011 года, подчеркиваю, поэтому они в каком зонах мозга увеличивается количество серого вещества? В височных долях. Убейте меня, Бог, я не понимаю, что они там делают. Но там целое, там несколько зон, разных областей, но все это в основном височная доля. То есть это вообще другие существа, это не люди. То есть вы их можете на уровне нарратива воспринимать как других людей, но на уровне физиологии это абсолютно другие. А зачем нам нужна орбита фронтальная кора? Она нам для того, чтобы формировать theory of mind, представление о внутреннем мире другого человека. То есть если у меня уменьшается количество людей, в моей жизни физической, фактической, увеличивается количество людей. А может и не увеличится, но неважно. Но, в общем, все, что другие, они не там. Theory of mind вы их не создаете, вы просто фантазируете на них. А для того, чтобы создать этих вот из орбита фронтальной коры с участием, вам там нужны будут и куча зеркальных нейронов, и куча считываемой информации и так далее. Всего того, чего нету, когда вы взаимодействуете с своими виртуальными собеседниками. Субтитры создавал DimaTorzok